А Ксюша, а что ты делаешь? Форты. А на чём ты рисуешь? Фортики. А чем ты рисуешь? Фортики. А Ксюш, а ты знаешь, чем рисовали древние-древние люди? Ребята, здравствуйте! А вы знаете, как, чем и на чём писали люди в разное время? Сегодня мы возвращаемся к своим истокам, воздавдань прошлому. На стенах старинных русских храмов иногда можно встретить тексты и рисунки, которые вырезаны прямо на камне. Учёные, которые занимаются эпиграфикой, наукой о древних записях, назвали их древнерусскими граффити. Большая часть таких заметок представляет собой короткие тексты. «Писал Иван» или «Господи, помоги рабу своему Андрею». А по граффити в Георгиевском соборе Юрьева монастыря в Великом Новгороде удалось установить, что храм построен раньше, чем предполагалось. Точное количество записей внутри древнерусских церквей неизвестно. Сейчас их находят при реставрации не только стен, но и полов зданий. Больше всего граффити обнаружено в Софийском соборе в Новгороде. Там есть целая стена с рисунками, заметками и даже ребусами, которые, скорее всего, оставляли молодые служители храма в XI-XII веках. Самым дорогим материалом для письма был пергамент или пергамент. Изобрели его еще жители древнегреческого города Пергам во II веке до н.э. А на Руси он появился в конце X века. Пергамент называли по способу изготовления кожей или телятиной. Делали этот материал из шкур и гнят, телят и козлят. Для создания одной небольшой книги приходилось забить стадо в 100-150 голов. Даже один лист изготавливали очень долго. Шкуры сначала очищали, затем замачивали в растворе извести, сушили, обрабатывали специальными составами на основе муки, молока и мела. И только потом делили на листы. Писали на пергаменте перьями, которые макали в чернила. Их, как правило, делали из сажи или так называемых чернильных орешков, личинок, насекомых. Рисунки в таких книгах были красного, золотого, синего и зеленого цвета. Краски делали из минералов, сажи, а также корней и цветов различных растений. Пергамент был очень дорогим. Поэтому его использовали только для важных государственных указов, религиозных трудов и летописей. На этом материале написана одна из древнейших книг Руси, Астромирова Евангелия. Для ее изготовления потребовалось 175 шкур телят. С X века на Руси для обучения грамоте использовали церы, деревянные таблички с углублением посередине, куда заливался воск. Чтобы он лучше крепился, на дощечки наносили специальные насечки, а иногда церы соединяли между собой, протягивали кожаные ремни через специальные круглые отверстия. Обычно церы были небольшого размера. Их, как и современные тетради, можно было носить с собой на занятия. Писали на таких дощечках с помощью стилосов или писал палочек с закругленным концом. Их обычно делали из металла, кости или дерева. Иногда на поверхности писал специально вырезали азбуку, чтобы быстрее ее выучить. Церами пользовались по несколько раз. Обратной стороной стилоса стирали старые тексты, а затем писали на дощечки повторно. Новгородский кодекс – древнейшая русская книга. Это четыре церы, которые соединили между собой деревянными штырями. На дощечках записан текст нескольких псалмов. Ученые установили, что этими церами пользовались не раз. Ранее на них писали другие псалмы – азбуку, переводы с греческого. А на одной из церк расшифровали сообщение о 999 году. В нем говорится, что монаха Исаакия, предполагаемого автора Новгородского кодекса, отправили служить попом в Суздаль. Самым популярным пищем материалом на Руси была береста – кора березы. Ее специально обрабатывали, чтобы можно было оставлять заметки. Сначала кору очищали от шелушившегося слоя, а затем кипятили в растворе щелочи. Как и на церах, на бересте писали стилосами или писалами. Береста была очень дешевой. Часто ее не покупали, а изготавливали самостоятельно. На коре писали письма, заметки, вели подсчеты, составляли списки покупок, рисовали. Например, на одной из сохранившихся берестяных грамот ученые расшифровали такой текст. «От трощины к якому купи шубу за гривну и четыре воротника из половики. Дай Ивану Нижегородскому, а деньги ты получишь с ладьей». Иногда из берестяных грамот составляли книги. Сначала подбирали похожие по размеру листы, а затем скрепляли их кожаными шнурами. Существовали целые библиотеки из таких книг. Из-за того, что береста была очень популярной, сегодня известно более тысячи текстов, которые написаны на этом материале. При этом жители Древней Руси не берегли свои заметки и письма. Берестяные грамоты они часто выкидывали и теряли. Большую их часть нашли в Великом Новгороде, Смоленске, Пскове и окрестностях этих городов. А один из новгородцев даже обнаружил берестяную грамоту у себя в цветочном горшке, когда пересаживал растения. Бумагу начали делать в I веке в Китае. В средние века на ней уже писали во многих азиатских странах. Например, бумагой пользовались монголо-татары, которые захватили большую часть территории Руси в XIII веке. Они использовали этот материал, когда проводили перепись населения на завоеванных территориях. Первые русские тексты на бумаге появились в начале XIV века. Их писали в прокладку. То есть листы из нового материала чередовали с пергаментом. Книги с бумажными листами тогда тоже делали при помощи пергамента. Его наклеивали на края страниц, а только затем сшивали их. Иначе тонкие бумажные листы рвались. В середине XIV века бумагу стали использовать для документов. На ней писали указы у дельных князей, договоры о купле и продаже. Долгое время на Руси не изготавливали собственную бумагу. Ее привозили из Италии, Франции и Германии. Бумага была дорогой, но стоила дешевле пергамента. Поэтому постепенно вытеснила его и стала самым популярным пишущим материалом. Жители крупных городов вскоре отказались и от ЦР, и от Бересты. Изготовлять свою бумагу на Руси впервые начали при Иване Грозном. В конце XVI века недалеко от Москвы по его указу открыли одну из первых бумажных мельниц. 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. В этот день чествуют святых равнопостольных Кирилла и Мефодия, создавших в IX веке славянскую азбуку. Ваше внимание мы представляем репортаж о значении азбуки, который придумал для нас Кирилл и Мефодий. От древних письмён до современных славянских языков тысячелетний путь. Паймы Пушкина и Романа Толстого, Серебряный век и футуристы, всего этого могло бы и не быть без азбуки Кирилла и Мефодия. Двух греков, рождённых в Фессалониках, где языческое и византийское сосуществовали. Этот город был населён славянами. И Кирилл, как и брат его Мефодий, прекрасно знал славянский язык. И, видимо, доброта, открытость этого народа, видимо, вот эта потрясающая восприимчивость к христианской вере у этого народа были так сильны, что святой Кирилл, философ, посчитал, что это необходимо. Чтобы перевести для славян священное писание, они придумали глаголицу. Если сегодня посмотреть на Мариинское Евангелие, написанное на глаголице, с русским алфавитом совпадает лишь одна буква – Ш. Но продолжение детища Кирилла и Мефодия в церковно-славянском языке, который жив по сей день. После развала Советского Союза, когда началось религиозное обновление, появилась, например, масса текстов, написанных на церковно-славянском языке, написанных в 90-е и 2000-е годы, то есть в конце XX века и начале XXI. И это, в каком-то смысле, и живой язык тоже, потому что появляются новые акафисты, появляются новые святые, им пишутся новые акафисты, они пишутся по-церковно-славянски, а не по-русски. Церковно-славянский всегда подпитывал русский, как разговорный, так и письменный язык. В частности, по этому великому и могучему явлению были не страшны ни реформы, ни заимствования. В конце XVIII века Николай Карамзин называет церковно-славянский высокий штиль негибким, тяжёлым для литературного творчества. Полтора года проводит в путешествии по Европе и конструктивно меняет письменный язык. Отделяет слова друг от друга, появляются новые суффиксы, а с ними новые слова, к примеру, промышленность, деятельность. Карамзин начал писать так, что события по нашу сторону страницы и по ту стали в одном времени и пространстве. Страница стала прозрачной. И это была абсолютная революция в русской прозе и вообще с русским языком. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Каждый классик менял и обогащал язык по-своему. Влияли на него и реформы. В 1918 после изъятия части алфавита и изменений правил орфографии, интеллигенция Серебряного века назвала реформу катастрофой, кривописанием. Но и эта политическая атака на язык стала со временем песчинкой в океане, который продолжает изменяться. Вы, например, замечаете, что из нашего обихода потихоньку вымываются отчества. Иначе совершенно потихоньку распределяются слова «ты», привычная нам вежливая форма «вы» и «ты». Конечно, это прямое западное влияние. Филологи призывают относиться к изменениям в языке философски-наблюдательно. И, конечно, самим стараться не засорять его грубыми словами. Центром торжеств России традиционно становится Москва и Санкт-Петербург. 24 мая – время крупных фестивалей, песенных и танцевальных конкурсов. К этому событию выпускается большое количество фильмов и книг. Проходят международные филологические симпозиумы, разнообразные тематические лекции и флешмобы. Большинство эфирного времени СМИ посвящено историческим и культурным темам. В больших городах организуются массовые гуляния с конкурсно-развлекательной программой. Ребята, а давайте посмотрим, как же ученики нашей школы готовятся к празднику славянской письменности. Много веков там назад равнопостальные братья Кирилл с Мефодием подстать открыли письменность печатью. Сейчас мы учимся читать по новым книгам электронным и в интернете зависать его безбрежьем покорённым. Истоки помним, свято чтим, и головы свои склоняя, потомкам передать хотим, культуру нашу сохраняя. Пусть процветает наш народ и развивается культура, наука движется вперёд и будет жить литература. Шёл казак на попывку домой, шёл лесом дорогой прямой. Обломилась доска, подвела казака, искупался в воде ледяной. Он зашёл на крутой бережок И костёр над рекою зажёг Мимо девушка шла и к нему подошла Что случилось с тобою, дружок? Мимо девушка шла и к нему подошла Что случилось с тобою, дружок? Язык Язык, великолепный наш язык Речное и степное, в нём раздолье В нём клокоты орла и волчий рык Напев и звон, и ладан богомолье В нём воркование голубя лесной Взлёт жаворон, как солнцу Выше, выше Берёзовая роща, свет сквозной Небесный дождь, просыпанный по крыше День славянской письменности и культуры Один из важнейших праздников для нашей страны Кирилл и Мефодий придали звукам славянского языка Графическую форму Тем самым, создав систему письма А это важнейшее событие в истории народа Продолжение следует...